ПЕСНЯ 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 Здарова! На втором месте после видео с алкашами у меня стоят ебанутые интервью. Но иногда бывает такое, что какое-нибудь интервью недостаточно ебанутое, и спасти его может лишь фраза, вырванная из контекста. Как, например, вот тут. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если б мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вот видите, теперь у нас есть еще одно универсальное выражение, которое можно в куче разных ситуаций использовать. Сегодня Минздрав обнаружил новое смертельно опасное заболевание, которое передается из рук в руки. Но если вам в лом куда-то ехать, его можно передать с курьером. Вот официальное обращение главы Минздрава. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если б мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Сегодня президент заявил о первом реальном контакте с инопланетными формами жизни. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Блять, до этой тётки надо летсплей снимать. Она бы просто идеально комментировала какие-нибудь survival-хорроры. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В общем, если вам страшно и вы не знаете, что это такое, но если бы вы знали, что это такое, вы не знаете, что это такое, то лучше вам не знать кое о чём другом, что реально страшнее, чем что это такое. Как же всё-таки хорошо, что когда я был пиздюком, у меня не было камеры. Иначе после просмотра Чудаков появилось бы вот такое видео, только с моим участием. Не, я бы, конечно, лучше снял. Прыгать бы не стал, но вот снял бы точно лучше. Я же не долбоёб прыгать с крыши в кучу люминесцентных ламп. Ну или электрошокер к своей жопе прикладывать. А, да, точно. Ну, ну ладно тогда, окей. Но в лампы я всё равно прыгать не стал. А вот вам советую. Правда, это очень круто. И по ощущениям это всё равно, что если бы у вас было восемь членов, вы ими всеми одновременно кончили. Хватит уже предупреждать людей, чтобы они не повторяли увиденное. Пускай мозгами пофункционируют и сами догадаются, что подобные трюки очень болезненные и приводят вот к таким последствиям. Ну, если, конечно, они именно этого и не добиваются. В этой фразе, кстати, и лежит ответ на вопрос к этому челу. Нахуя? Рана раскрывается и закрывается, когда я шевелюсь? Да. Ништяк, добавлю к шрамам. То есть он эту дичь ради шрамов устроил. То есть обычного шрамирования скальпелем или чем его там делают, ему недостаточно. Видать, он услышал, что шрамы украшает мужчину и женщинам они нравятся. А тут прям как специально в сарае коробка ламп лежит. В общем, да, они реально украшают мужчину и привлекают женщин. Но шрамы полученные в бою с гравитацией и люминесцентными лампами не считаются. А в следующем видео у нас будут птицы. Я правда так и не понял какие, поэтому назову их гусями. Это между прочим очень удобно. Если не знаете название какой-либо птицы, назовите ее гусем, потому что какая нахуй разница? Давайте видео смотреть. Бух ты мой. Да это ж Иисусе и гуси. Знаете, что мне эта ситуация напоминает? Купаешься такой с друзьями, а вдруг один из них воду теплой сделал. ААА. Санек обоссался. Видать мода на здоровый образ жизни и до животного мира добралась. Теперь даже гуси на утреннюю пробежку выходят. Слушайте, это видео натолкнуло меня на одну гениальную идею. Приходишь на пруд, мылишь носки, ловишь двух гусей, надеваешь на них носки и... А эта идея тем временем натолкнула гусей на другую гениальную идею. Прилетаешь на пруд, находишь чувака с мыльными носками, даешь их ему на тебя надеть и... Уииии, халявные носки! Короче, не забывайте проявлять смекалку, и даже самое бесполезное животное или птица сможет получить носки. Так, народ, я вас сразу предупреждаю, вот в этом видео получился натуральный скример. Мы попытались сделать его более-менее нежным, но все равно будьте готовы. О, ебать, я урод! Вот это красивый кадр, блядь! Знаете, я вот когда первый раз видео смотрел, меня не напугал срыв рельса. Я обделался от слов чувака за кадром. Вот это красивый кадр, блядь! Я не знаю, что это за чел, но голос у него как у перепелихи. Нет, но вы послушайте, он прозвучал даже громче, чем сорвавшийся рельс. О, ебать, я урод! Вот это красивый кадр, блядь! Произошедшее, конечно, выглядело довольно-таки эпично, но этот пацан должен был снимать кое-что другое. Ебать, я урод! Вот это красивый кадр, блядь! Вообще, это многофункциональное видео. Если вот, например, девушка скидывает свою голую фотку, можно в ответ ей прислать его. Вместо банального у меня встал. Короче, после увиденного я даже тостом для именинника разродился. Желаю тебе немало, чтоб был у тебя новый мэрс, чтоб жена не была как шпала, и писюн стоял словно рельс. Я думаю, большинство из вас уже видели новый клип группы ОКГО, снятый в невесомости. Если не видели, нажмите сюда и зацените, а я пока подожду. Ну что, заценили, да? Ну что, заебись? Между прочим, это реально первый в мире клип, снятый в невесомости. И первый в мире хороший клип, снятый в России. Вообще, конечно, парни реально заморочились. Билеты купили, к нам прилетели. Нет, ну вы представьте, три недели съемок декорацией весом в тонну задействовано более 70 человек. Мне кажется, над некоторыми российскими фильмами меньше заморачиваются. Так, так все, хватит, стоп уже. Кстати, вот это не стюардессы, а два загримированных Жан-Клод Ван Дамма. Ладно, это профессиональные воздушные гимнастки. Да, есть такая профессия. Кстати, во время съемок операторов заменяли 13 раз. Просто не все могут выдержать работу в невесомости. Судя по всему, часть реквизита тоже 13 раз меняли. И салон самолета 13 раз мыли. Ну, в общем, вы поняли. Кстати, самолет, на котором проходили съемки, называется Ил-76 МДК. Это уникальный самолет лаборатории, у которого всего несколько аналогов в мире. Если вы до сих пор угораете над тем, что в его названии есть МДК, то поздравляю, вы только что успешно прошли тест на имбецила. В общем, респект чувакам из OKGO. Это реально сочный клип, который доказал, что возможно все. Главное приехать к нам в гости. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и я покажу вам свои большие глаза. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим. Пока! В общем, если вам страшно, и вы не знаете, что это такое, но если бы вы знали, что это такое, и вы не знаете, что это такое, то вам лучше не знать кое о чем другом, что реально страшнее. Не хватило воздуха. А, чё, всё посмотрели, да? Ничего, ну чё как? Заявите, сука, давай за мной. Ни хуя не вижу. А, пишем? Да. Ставьте паль... Эх, ух ёпта. Ух ёпта. Ух ёпта. Ух ёпта. Ух ёпта. Ух ёпта... 수ё…